всем привет с вами дмитрий михайлов и на моем канале коммен бай сейчас я нахожусь на своем объекте это объекты закрывал полгода назад здесь сделал довольно интересную систему дымоудаления стандартная коаксиальная труба 60 на 100 но я наружный участок трубы утеплил это был экспериментный вариант почему я утеплил объясняю для котлов не важно какие газовый твердотопливный камин или печь они легче работают когда в камеру сгорания подается теплый воздух в конце прошлого видео по этому объекту я сказал что возможно будет обледенение я оказался прав почему я оказался прав объясняю вот это вот насадка она стандартно идет 60 на 100 что происходит воздух выходит вернее газы выходят и они еще не успели выйти котел уже засасывает обратно это практически на всех котлах стандартной комплектации идет трубы угол 90 метров трубы и плюс оголовок вот такой вот неважно у производителя вайлан протерм бош у всех у них вот эта вот проблема есть из этой проблемы можно выйти все очень просто а просто удлинить внутреннюю трубу наружу да я сейчас покажу вам какими элементами можно это сделать но здесь еще а следующая проблема стоит видите вот это вот обледенение вот ливневку погнуло лед и что происходит снег ложится и вот здесь вот верхняя его часть попадает сюда забиваются полости для подачи воздуха и котел также отключается потому что они недостаточное количество воздуха подается в камеру сгорания на будущее если у меня еще такой вот объект будет и я буду выезжать там 100 150 километров от минска я больше так делать не буду сразу буду браковать стандартную трубу и буду ее дорабатывать много обзоров по коаксиальным трубам у них очень много минусов там и я не сторонник у таких вот выводов но они имеют право на жизнь и они будут устанавливаться но сейчас я вам покажу как можно выйти из положения минимальными затратами а когда попадаете в такую ситуацию что у вас труба замерзает и очень быстро как можно сделать объясняю очень легко но это мой рабочий бус поэтому всегда вожу все собой первый вариант вот такая берется вставка 60 диаметра с раз трубным соединением просто выдергивается насадку то это пластмассовая и она вставляется все 25 сантиметров этот участок который выходит и газы будут выходить наружу самый простой вариант очень легко и второй вариант это уже сложный вот такая вот система дымоудаления если получится поставить я ее поставлю почему во первых то что я вам говорил видите где у нее воздух вот эти вот полости которые они смотрят вниз и в нашей ситуации это самый лучший вариант потому что если вот сюда вот будет попадать снег или лед будет промерзание то забивание вернее каналов то котел не будет отключаться а вот этот вот участок трубы кусочек он будет выходить наружу и газы выходят они не попадают сюда это очень важно понимаете про что да когда короткий стандартный воздух вышел и сразу же котел всасывает себя этот момент происходит появление конденсата здесь все ушло в атмосферу а количество воздух которое надо попадает из этой полости а не знаю получится ли мне ее поставить но знаете что такие вот вещи есть по разному их называют ну у нас это называется удлиненное боковое окончание для коксиальной трубы они есть разные вот это 750 а есть метровые еще участки довольно полезные но бывают вопросы с вот этой состыковкой но это уже опыт и все индивидуально подход каждому котлу все я начинаю работать сейчас буду экспериментировать смотреть что будет получаться и конечно вы все узнаете сейчас я буду снимать эту систему вот сейчас воздух выходит газы выходят и они даже здесь видно что засасывает вот эту насадку сейчас посмотрим может быть ее переделаю может быть как-то ее закрою верхнюю часть ладно я вам все покажу посмотрите уже как по факту получится сделать сейчас попробую поставить стандартную а как всегда так просто не бывает не становится внутренняя труба что я вам говорил попала 60 минус 60 минус сейчас как-то буду придумать что с этим можно сделать будет ну конечно идеально было бы если вот так вот поставили и уехали через 15 минут но такого бывает очень редко сейчас я накинул вставочку маленькую 25 про что я вам говорил вопрос весь решается с 25 проблем нету вопрос мы не решим с этим со снегом видите вот это снег который он попадает и закрывает полосы для подачи воздуха сейчас я подумаю надо немножко подумать здесь нам две задачи решить чтобы котел не образовывался этот конденсат это вот льдинки и чтобы снег не закрывал трубу для подачи воздуха в камеру сгорания я вам показывал два варианта как можно сделать трубу а пришлось сделать еще один третий смотрите не получилось мне поставить я вам показывал что коэффициальная труба стандартная которая удлинена она сюда не становится да как правило это именно так но если бы здесь не наращивалась труба а состыковывалась она с углом девяностым и в котел было бы все вот так но это переделки смотрите как я выхожу из ситуации я взял вот эту вот ставку 25 сантиметров вот здесь вот внутри видите вот такие вещички для чего это надо для того чтобы туда птички не залетали и на стандартной трубе коксиальный там также такая же вещь сделана пираль чтобы насекомые не попадали во внутрь и может быть птицы но это надо поэтому такую спиральку я сделал уже сам поставил на заклепку из нержавеечки такая нержавейка 3 и 2 миллиметра обрезал верхнюю часть и прогнал трубу от начала до конца а все сейчас я спокойно ее поставлю а потом ту задачу которую я вам говорил что надо сделать чтобы снег не попадал так у меня с собой передвижной пункт это вот этот бус который забит всем 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 а такое кольцо плотни не нашел я обрезал и в конце я его просто закрою верхнюю часть и снег не будет попадать вот в эти вот полости то есть это будет выглядеть но примерно что-то вот так то есть снизу воздух будет попадать то количество которое надо сбоку тоже будет но снег при этом не будет попадать именно полости для воздуха вот так выглядит результат моей работы смотрим теперь газа дать вот выходит наружу они сразу не будут засасываться вовнутрь первая задача которой надо было справиться чтобы здесь не образовались талактиты для этого кусочек трубы уверен наружу еще раз повторяюсь и газы выходят и котел не засасывает их вовнутрь все четко все ровно никого мерзания здесь не будет и вторая задачка которая надо было справиться это вот этот вот лед который и снег вот видите участок стекал попадал сюда ложился и забивал верхней полости пластмасски то есть подачи воздуха камер сгорания было воздух ограничен и котел отключала как я сделал я поставил такое кольцо уплотнения обрезал его снизу и воздух уже попадает отсюда смело и здесь даже если снег будет падать он будет сюда вот падать и просто стекать либо осыпаться вниз я вам показывал начале видео два варианта в итоге использовал 3 потому что когда выезжаешь на объект и не можешь все предусмотреть и я вожу с собой как правило много запчастей элементов дополнительных благодаря которым выхожу потом из нестандартной либо нештатной ситуации как правило при монтаже дымоходов редко получается сделать все стандартными элементами особенно если это касается переделки но и в конце видео я для себя сделал определенные выводы мое личное мнение если вы покупаете готова комплект дымохода для коаксиальных труб которые продают котлы отопительные там bosch вайлан протен да не важно какой вы возьмете арестон у них стандартные все трубки окончания идут короткие ваша задача лучше не берите эту трубу либо обратитесь к тем покупателям вернее к тем продавцам которые предотопительным оборудованием что дали вам удлиненное окончание 60 трубы либо найдите в другом месте купите потому что если вы этого не сделаете то будете переделывать будете переделывать потому что обмерзание происходит отключение котла происходит если вы готовы с этим смириться если вас сталактиты не беспокоит если вы готовы выбегать в минус 30 на улицу в трусах и поливать трубу чайником меня поймут сервисники и конечно меня поймут люди и те которые установили такие котлы с такими дымоходами когда они выбегают ставьте лайки конечно можете дизлайк потому что люди не нравится когда говорят правда очень часто с вами был дмитрий михайлов коммент бай я думаю это видео было для вас полезно всем хорошего настроения пользуйтесь моим лайфхаком это мой лайфхак это моя разработка это моя доработка и это моя работа подписывайтесь на мой канал до новых встреч пока